Это актуальное интервью в студии Сергея Мехедов. Здравствуйте! Национальный художественный музей Республики Саха-Якутия крупнейшее художественное собрание на северо-востоке Сибири, расположенное в городе Якутске. Музейный фонд богат и обширен, не уступает собранию крупнейших музеев мира. И сегодня гость из студии Влада Тимофеева, генеральный директор Национального художественного музея. Влада Владиславовна, здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите об основных итогах уходящего года. Для всех жителей Якутии этот год связан в первую очередь с столетием ЯССР. Также был объявлен годом культурного наследия. А культурное наследие где хранится? Конечно, в музеях. Поэтому правительством Республики была проведена большая работа по укреплению материальной базы. В музее, наверное, многие заметили, что фасад нашего здания был не просто отремонтирован, но появились также барельефы, связанные с искусством Якутии и нашей коллекции. Помимо этого, я хочу сказать, что для всех художников и музейщиков было большое событие. Были выделены целевые средства финансовые для закупа произведений искусства в фонды музеев. Это большое событие для всех нас, потому что коллекция – это главное для музея. За счет каких выставочных проектов и событий удалось поддержать интерес к изобразительному искусству? Я надеюсь, что очень многие помнят, как работала этим летом уникальная крупная выставка сокровища Третьяковской галереи. На открытии приезжала Зельфира Измаиловна Трегулова, это генеральный директор Третьяковской галереи. И первая экскурсия была проведена Иссену Сергеевичу Николаеву именно Трегуловой. Но на самом деле это действительно историческое крупное событие. Было привезено 50 живописных картин и 6 скульптур. Из них 17 произведений были сняты в буквальном смысле со стен Третьяковской галереи с постоянной экспозицией. И кто посещал выставку, наверное, помнят, когда попадаешь в зал, мы попадали в такой временной пространственный портал световой, который заканчивался фасадом Третьяковской галереи. А стены были выкрашены в цвета стен Третьяковской галереи. То есть мы попытались в буквальном смысле якутян как бы поместить в главный отечественный музей. Ну и как вы можете оценить успех проведения? Мы все лето работали без прецедента. Впервые в истории наш музей работал без выходных и праздничных дней. Потому что посещение, конечно, было очень серьезное, большое. И, конечно, большая благодарность коллективу музея. Мы выдержали это, мы это сделали. Каждый час мы проводили экскурсии. 16 тысяч посетителей мы приняли. Помимо этого была образовательная программа, проводились мастер-классы. Приезжали к нам куратор из Москвы этой выставки и проводил лекцию. Ну, я думаю, что и открытия, и закрытия тоже были очень интересные, крупные такими мероприятиями в жизни республики. Ну, десятки тысяч гостей, действительно большой успех. А планируете ли в будущем проводить совместные выставки с Третьяковской галереей, может быть, с другими учреждениями? Да, но я хочу заметить, что в этом году было несколько больших привозных выставочных проектов. Ну, во-первых, выставка голландского искусства 16-17-18 веков из Приморской картины галереи, к открытии галереи зарубежного искусства. Потом мы привозили из Татарстана большую выставку в гостях у татар. Из-за Елабужского музея, это когда проходили Дни Татарстана в Якутии, Миниханов посещал эту выставку. Также Московский музей современного искусства у нас в залах проводил выставку «Человек и его ландшафты». И эта выставка интересна была тем, что мы из своих фондов дополнили московскую выставку. И концепция была очень интересная. Кстати, во время проведения этой выставки шли спектакли, уличные спектакли, постановка «Картон». Специально приезжали из Москвы. Пользовалась ли молодежь Пушкинской картой? Какие мероприятия вызвали интерес у молодежи? Это удивительный проект и очень своевременный. Он направлен на то, чтобы люди, начиная с 2014 и заканчивая 2021 годом, посещали учреждения культуры. Я хочу сказать, что наш музей первый подключился к этому проекту, понимая важность этого проекта. В этом году, конечно, показатели у нас были очень серьезные, большие. Мы миллион 700 рублей заработали. А проект заключается в том, что каждому, значит, тинейджеру, можно так сказать, выдается возможность, 5000 выдается в форме таких виртуальных карт, и ими можно оплачивать посещение того или иного учреждения культуры. И вот наш музей, конечно, очень насыщенную программу продумал для вот этого контингента. А можно сказать, это особая, специфическая такая, как бы, очень интересная публика, потому что они только искренность, только честность, да, воспринимают. И были проведены большие мероприятия, такие как Ночь искусств, Ночь в НХМ. Ну, также мы еженедельно проводим мастер-классы именно для молодых людей. Ну, я думаю, что очень хорошо в этом году все сотрудники музея работали в этом направлении, и показатели у нас лучшие среди государственных музеев Якутии. Ух ты, очень хорошо. Ну, вот событием уходящего года можно назвать и открытие галереи зарубежного искусства имени Габышева после реставрации. Вот расскажите немного об этом, уже говорили, что там выставка была. Да, действительно, это тоже очень серьезное событие. На самом деле, в 2020 году она была закрыта на реставрацию, и в течение двух лет мы готовили, шла реставрация. Были полностью переосмыслены пространства экспозиционно-выставочные. Благодаря правительству республики Андрею Владимировичу Тарасенко эта галерея была оснащена новейшим музейным оборудованием, климатическим оборудованием, системой света, и я думаю, в результате мы получили, ну, такой маленький ремитаж. Если вы посещали, то те произведения, которые на самом деле давно знакомы нам, якутянам, они абсолютно иначе воспринимаются. Вот эта тема западноевропейского искусства старых мастеров, она раскрывается иначе вот в новых интерьерах. Помимо этого, там есть искусство Востока. Я хочу отметить, что буквально недавно мы поместили вот в этом небольшом зале гравюру Хокусая. Это крупнейший японский художник. Если кто знает японское искусство, вот Хокусая – это классик. И у нас есть подлинный лист, восьмой лист, из его знаменитой серии «36 видов фудзиямы». Вот в Якутии есть такие шедевры. Вот, насколько нам известно, есть возможность у незрячих также посещать галерею зарубежного искусства. Вот расскажите об этом программе. Да, мы работаем в этой области. На самом деле все наши филиалы, а у нас много филиалов. Есть картина галереи Афанасьевы Осипова, есть галерея зарубежного искусства имени профессора Габышева. Мы везде работаем в этом направлении. И специально к открытию галереи мы подготовили уникальный проект. Это 3D-тактильные модели для слабовидящих людей. И, кстати, с ними можно работать в области инклюзии. Например, очень многие дети хотят именно потрогать предмет. А в классическом музее все стоит в витринах, трогать нельзя ни в коем случае. А здесь есть возможность взять в руки, рассмотреть, потрогать. И как бы больше интерес возникает к этому искусству. А 3D-модели у нас сделаны на основе японской НЭЦКИ. Это касторезное искусство, миниатюры. Мы сделали совместно с Кванториумом. Это дворец детства. И совместно с библиотекой для слепых. Вот такой очень интересный проект состоялся. Насколько пополнились новыми экспонатами фонды музея? Мы уже в начале разговора об этом говорили, но все же. 80 предметов искусства было приобретено. И на самом деле я хочу отметить, что Национальный художественный музей в первую очередь интересен всему миру якутским искусством. Потому что его нигде больше не увидишь. Поэтому, конечно, мы приобрели произведения у наших художников, у якутских мастеров. И надо понимать, что это не только живопись, графика, скульптура. Это, конечно, и шитье. Это и касторезные работы. Это и береста, и дерево. То есть туда входит вот такой большой обширный арсенал видов искусства. Ну, то есть новые работы... Да, мы, например, презентовали, и многие смогли увидеть произведения, которые мы закупили, во Владивостоке в государственной картиной галереи во время ВЭФ. Была выставка, называлась «В ауре космоса. Изобразительное искусство Якутии». И вот большая часть этой выставки состояла из произведений, которые мы купили благодаря столетию ЕССР. Ну и что готовите для ваших посетителей в новогодние каникулы и рождественские? Конечно, мы приглашаем всех посетителей прийти в музей. И с 4 по 8 января будут рождественские каникулы проходить с очень насыщенной и интересной программой. Программа рассчитана на семейную аудиторию. Я думаю, это будет интересно как и взрослым, так и детям. Ну и в следующем году мы очень надеемся, что будут крупные выставочные проекты. Например, мы планируем привести большую выставку Ивана Шишкина. Это короля лесного пейзажа. А так как наша природа Якутии любима нами, якутианами, я думаю, пейзажист Шишкин, он очень хорошо воспримется жителями Якутии. Вот расскажите, пожалуйста, подробнее об этом проекте. Насколько нам известно, по-моему, с Казанским музеем, да? Да, да. Уфили соглашение. Будет привезено 33 живописные картины и 50 гравюр. Дело в том, что Шишкин был прекрасным рисовальщиком. У него великолепные афорты. И в нашем собрании мало кто знает. Есть, во-первых, большая живописная картина Шишкина. И есть еще пять афортов, которые впервые будут показаны нашей публике. Ну, помимо этого, конечно, мы будем использовать то новое пространство, которое было подготовлено к столетию СССР с особым климатом, с безопасностью музейной и со светом. Кстати, я всех приглашаю в музей, вот в это выставочное пространство, где Третьяковка показана была. Сейчас мы там показываем якутскую графику. Называется эта выставка «Новый взгляд». На самом деле, по-разному можно трактовать это название. Во-первых, якутские графики за счет вот этой техники афорта, гравюры, по-новому взглянули на реальную действительность. Квозь призму национальной культуры. Это действительно был абсолютно новый взгляд. И тогда якутская графика уже в далекие 60-е, 70-е годы прошлого столетия, она гремела, как сейчас якутское кино. Вот так вот можно сравнить. Но выставка еще интересна тем, что мы не стали хронологически выстраивать экспозицию, как обычно делает классический музей. А мы там показываем и современных художников, и наших классиков. Пожалуйста, приходите в музей. У нас остается совсем немного времени, чтобы вы пожелали нашим телезрителям в преддверии Нового года. Да, наступает время волшебства. Все мы ждем какое-то чудо перед Новым годом. Желаю всем счастья, желаю всем прекрасного. Приходите к нам в музей. Владиславовна, спасибо. Мы присоединяемся ко всем сказанным теплым словам. Мы желаем в Новом году вашему учреждению новых достижений и побольше довольных посетителей. Спасибо большое. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале. Субтитры создавал DimaTorzok